Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Андрей Стоев за последним порогом. Начало Пролог Смерть — это не только конец пути, но и начало чего-то нового. Это последний порог, за которым начинается новый путь, на котором кто-то поднимется еще выше, а кто-то спустится вниз. Этот порог нужно было просто перешагнуть, но я споткнулся. Меня влекло куда-то вдаль с непреодолимой силой, не оставляющей никакой возможности для сопротивления. Мелькали какие-то странные световые поля, нити, куски структур. Мысли не было совершенно, сознание просто фиксировало происходящее, без какого-либо анализа или оценки. Пришло понимание, что я умер, но это также не вызвало никаких эмоций, всего лишь факт, ничем не выделяющийся из десятков и сотен других фактов. Я не мог думать и испытывать эмоции, для этого нужно было быть живым, но опять же это меня совершенно не беспокоило. Следом я осознал еще один факт, я таю. С каждым мгновением от меня, от души или сознания, отрывается новый кусочек личности, привычек, воспоминаний, размываясь и оставаясь позади. Эмоций по-прежнему не было, но появилось понимание, что это неправильно. Я по-прежнему не мог и не хотел бороться, но каким-то образом это ощущение неправильности что-то изменило в происходящем. Я почувствовал, что давление постепенно слабеет и я начинаю замедляться. Внезапно давление исчезло, меня швырнуло куда-то в бок и сознание померкло. Пришел я в себя нескоро, точнее говоря, снова начал себя осознавать. Понадобились месяцы, чтобы слабый мозг младенца развился достаточно и на общем фоне растительного существования начали мелькать какие-то мысли. Думать было нелегко, даже простейшие попытки что-то вспомнить из прошлой жизни быстро утомляли, и я засыпал или снова проваливался в бездумное созерцание. Но время шло, и постепенно способность связанно мыслить восстанавливалась. Память, однако, сильно пострадала, и воспоминания о прошлой жизни были во многом отрывочными, отчасти даже просто непонятными. Остался ли я той же самой личностью? Не знаю, хотелось бы верить, что да. Много ли мы помним о себе десятилетних в шестьдесят? Но личность остается той же самой, стало быть, есть еще что-то, что делает нас теми, кто мы есть, принципы, воззрение, привычки. Впрочем, вне зависимости от ответа на этот философский вопрос, придется жить с тем, с чем придется. Оставалось лишь надеяться, что с развитием мозга воспоминания вернутся. Не сказал бы, что младенческое существование было очень уж утомительным, просто в силу того, что осознанное бытие занимало не так уж много времени. Я старался больше думать и узнавать мир вокруг, но получалось это не то, чтобы очень уж хорошо. Хотя прогресс определенно наблюдался. Больше всего раздражало хождение под себя, но с этим оставалось только смириться. На горшок меня никто сажать не собирался, да и что толку, если я себя никак не мог контролировать? Организм делал в пеленке по своему графику и совершенно не интересовался мнением мозга по этому вопросу. Все, что я мог, это потребовать смены пеленки, и я дисциплинированно ревел, как и полагалось младенцу. Через какое-то время мозг немного развился и жить стало поинтереснее. Непонятные пятна постепенно стали складываться в очертания предметов, приобретая цвет и объем. Кровать, грудь, какая-то мягкая игрушка, заяц, енот. Рука, которая, несомненно, была моей, хотя таковой почти не ощущалась. Вообще, надо заметить, что мускулы у меня, казалось, жили собственной жизнью. Было практически невозможно просто взять игрушку, рука дергалась почти непроизвольно. Можно было только улучшить момент и вцепиться. Хватательные движения получались неплохо. Постепенно удалось идентифицировать окружающих людей. Женщина, кормившая меня грудью, надо заметить молодая и очень красивая, была, несомненно, моей матерью. Однако часто меня кормила другая женщина, которую я затруднялся как-то обозначить. Кроме того, часто рядом оказывался еще один младенец. Брат, сестра, непонятно. Примерно тогда же произошло неприятное событие, которое меня порядком напугало. Я проснулся от того, что меня довольно грубо тыкали пальцем. Надо мной склонилась женщина с холодными глазами, рассматривая меня равнодушным взглядом гадюки. Мать говорила ей что-то резкое, а та что-то лениво цедила в ответ. В конце концов она отвесила матери презрительную пощечину, и та замолкла. Она еще раз довольно больно ткнула меня. Я просто взбесился от злости, неожиданно для себя заплакал. Тьфу! Так у меня состоялось знакомство с бабушкой, которых, счастью, продолжение не получило. Хотя инцидент на этом и закончился, я вдруг осознал, что мир вокруг не вполне уютное место, а я еще как минимум лет 15 был совершенно беспомощным. Конечно, варианты развития у ребенка довольно ограничены, но просто сидеть и ждать, когда вырастешь и станешь большим и сильным, это опасный путь. Я твердо решил использовать любую возможность стать сильнее, и скоро такая возможность неожиданно подвернулась. Я лежал в кроватке и, повернув голову, наблюдал за матерью, которая уронила что-то мелкое вроде иголки, и в полголоса, ругаясь, пыталась ее найти. Дело было вечером, люстра под потолком светила не очень ярко, и разглядеть потерянную мелочь на полу было почти невозможно. Внезапно мир как-то беззвучно качнулся, и над головой у матери появился крохотный яркий шарик. Я просто оторопел от изумления. Довольно быстро мать нашла потерянный, шарик потух, и мир стал прежним. Нет, мы охотно представляем себя с волшебной палочкой и все такое, но как бы мы ни рассуждали о плетениях, мании и тому подобных вещах, все мы понимаем, что магия — это фантазия, которой в реальной жизни места нет. И вот я своими глазами вижу что-то совершенно противоречащее и привычное для меня картине мира. Отрицать или игнорировать это было невозможно. Мать действительно создала нечто, испускающее свет. Сомнения еще оставались, но было сложно объяснить, увиденное иначе, чем каким-то видом магии. После этого я стал пристально наблюдать за матерью и быстро обнаружил, что она довольно активно, хотя и по мелочи, использует магию в повседневной жизни. Немного посветить, притянуть небольшую вещь, до которой трудно дотянуться, подогреть остывший чай, было удивительно, как я раньше всего этого не замечал. Вскоре я понял, что ее действия как-то связаны с легкой дымкой, которая затягивает буквально все. Эта дымка никак не мешала видеть окружающее, да и виделась она скорее не глазами, оттого я раньше не обращал на нее внимания. Точнее, просто решил, что это что-то возрастное, что пройдет позже само, когда глаза полностью разовьются, и выбросил это из головы. Теперь я стал целенаправленно приглядываться, и очень скоро выяснил, что эта дымка не совсем однородна. Когда мать создает, например, шарик света, то дымка рядом как бы стягивается и формирует некую структуру. В целом это было довольно похоже на какую-то разновидность поля, хотя было не совсем понятно, от чего зависит его конфигурация и каким образом в нем создаются неоднородности. Поскольку никаких приспособлений мать не использовала, дело явно было в волевом усилии. Но как она это делала? Палочкой она не махала и никаких бессмысленных слов не выкрикивала. Постепенно я начал понимать принцип. Нужно было выделить определенную точку и стягивать поле в нее. Даже небольшое повышение концентрации внимания в выбранной точке требовало огромных усилий, и результатом обычно была сильная усталость, переходящая в сон. Но все равно это был результат, и я был полон энтузиазма. Собственно, больше мне делать было практически нечего. Мать работала, и я часто был предоставлен сам себе. Когда мать работала, за нами приглядывала вторая женщина. Пригляд был неплотный, да и вообще с нами никто особо не нянчился. Не то, чтобы нас предоставляли самим себе, просто мы были спокойными детьми, а у взрослых хватало своих забот. Здесь надо рассказать об обитателях квартиры. Где-то месяцем к шести семей я уже составил полное представление об окружающей обстановке и людях. Во-первых, это моя мать, которую звали Милослава или просто Милый. Второй младенец оказался девочкой Леной, и ее мать звали Натой. Жили мы все вместе в довольно приличной трехкомнатной квартире. Не нищета, но скорее благородная бедность. Непонятно, были ли мы родственниками или просто соседями, но причина совместного проживания была довольно очевидной. Мать и Ната работали, и мама еще и училась. Во всяком случае, она часто сидела за учебниками. Вдвоем у них получалось по очереди кормить детей и вообще присматривать. В общем-то, решение разумное. С приходящей няней мороки было бы гораздо больше, да и оставлять грудного ребенка на чужого человека не каждый решится. С языком, однако, было сложно, и это сильно мешало понимать многие вещи. Сам язык был явно родственным русскому, но помогало это мало. Это было похоже на то, как слышится украинская или другая славянская речь. Ухо временами выхватывает знакомые слова, но в целом все сливается в какое-то невнятное болботание, в котором совершенно невозможно уловить какой-то смысл. Еще в нем встречались дремучие архаизмы времен слова полку Игореве, аки, бяши, велми и тому подобное. Приходилось учить язык практически с нуля, хотя, конечно, с китайским или японским все было бы гораздо сложнее. С разговором дело обстояло еще хуже, мой язык категорически не желал меня слушаться, и вместо членораздельной речи получался типичный бессмысленный детский лепет. Забавно, что у девчонки с разговорной речью дело продвигалось поуспешнее. В общем, с маскировкой попаданца дело обстояло превосходно, выдать себя песнями Высоцкого мне не получилось бы при всем желании. С Леной мы практически постоянно были вместе, у нас даже коляска была двойная, как у близнецов. К тому же без меня она хуже засыпала и капризничала, так что мы очень часто спали рядом. Как-то месяцев в девять мы также лежали рядом, она о чем-то болтала сама с собой, ну а я, как обычно, тренировался в управлении полем. Я уже уверенно создавал локальные концентрации поля, постепенно переходя к более сложным упражнениям по созданию форм. Вот и сейчас я немного закрутил поток, сделав шар, к которому сверху примыкали два сильно вытянутых эллипсоиды. Неожиданно соседка засмеяла, сткнула в ту сторону пальцем и счастливо выкрикнула «Да я», что, видимо, означало «Заяц». От неожиданности я потерял концентрацию, фигурка развеялась, вызвав протестующие хныканье. Лена насупилась, и шар снова начал неуверенно собираться. Тут я отошел от удивления и начал помогать, и совместными усилиями «Заяц» был восстановлен во всем своем великолепии трех овалов. С этих пор совместное собирание разных фигурок стало нашей излюбленной игрой, причем девчонка, если уступала мне, то совсем немного. Интересно, а как с этим дело обстоит у других детей? Когда нам было три года, умерла НАТО. Что произошло, я не знал, детям, естественно, никто не рассказывал. Уже позже я выяснил, что причиной был совершенно глупый несчастный случай, из тех, что происходит гораздо чаще, чем мы думаем. Лена, по-моему, толком не поняла, что произошло, и со временем привыкла звать Милу мамой. А вскоре мама наконец закончила свою учебу, мы стали жить побогаче и переехали в небольшой дом в хорошем районе. В четыре года я довольно быстро научился читать. Хотя что тут удивительного? Разбираться, куда я попал и чем этот мир отличается от моего, не кинулся. Во-первых, у мамы таких книжек и не было, а во-вторых, зачем? Ясно, что мир отличается довольно сильно. И что мне даст факт, что тут не было, допустим, Наполеона? Да ничего совершенно. Мамины книжки я все же пересмотрел, правда, ничего интересного там не обнаружил. В основном это были непонятные мне медицинские справочники, жутковатые анатомические атласы, да несколько женских романов. Их я прочитал. Разницы с нашими совершенно никакой, только декорации чуть другие. Он утонул в бездонной синеве ее глаз. Грудь ее с волнением вздымалась. Он впился ей в губы обжигающим поцелуем. В конце дела неизменно заканчивал свадьбой страниц на пятьдесят. Ради того, чтобы это прочитать, совершенно не стоило напрягаться с попаданием в другой мир. Женщина — это константы вселенной. Что тут еще скажешь? Когда же я начал задумываться, для чего я тут? Чего я хочу добиться и в чем вообще смысл моего существования? После краткого знакомства с бабушкой у меня появилась идея Фикс, что я должен быть достаточно сильным и быть способным защитить себя и своих близких. Однако, несмотря на важность этой цели, на глобальную она никак не тянула. Для чего мне был дан второй шанс? Случайно ли так получилось, или же он был дан с какой-то целью? И если так, то что от меня ожидается? Типичную книжную чепуху насчет спасения мира и поворота истории я не рассматривал вообще. Даже если у этого мира есть какие-то проблемы, наш масштаб совершенно не сопоставим. Это выглядело бы вроде муравья, который пытается остановить наступление ледникового периода, утепляя хвоинками ближайший одуванчик. Никаких разумных идей в голову не приходило, и в конце концов я решил вернуться к этому вопросу позже, когда немного подрасту и пойму свое место в этом мире. Глава первая Стой спокойно. Я пытался завязать шнурок на Ленкином ботиночке, пока она порывалась уже куда-то бежать. Тут она вспомнила, куда мы собираемся, и настроение сменилось. Не хочу в лечебницу, заявила она. Там щиплется. Надо немного потерпеть, да и не сильно там щиплется. Ты же хочешь быть умной и красивой. Я и так красивая, но не очень умная. Сам ты дурак. Надулась. Вот я потому и не капризничаю, что хочу стать умным, а ты такой останешься. Ленка замолчала и задумалась. С пяти лет мама начала проводить с нами разные процедуры. Сначала это были микстуры для укрепления костей, суставов, связок, сейчас к ним добавилось лежание в специальной камере, которое должно было увеличить скорость прохождение сигналов по нервной системе. Во всяком случае, именно так я понял из предельно упрощенного объяснения. Полный курс из нескольких десятков разных процедур был рассчитан на 12 лет. Если на взрослый организм повлиять было практически невозможно, то организм ребенка вполне можно было улучшить осторожным воздействием по мере роста. Процедуры стоили безумно дорого, требовали постоянного надзора целителя и были очень мало кому доступны. Но у нашей мамы, младшего целителя княжеской лечебницы живо одаряющей, такая возможность имелась. Наконец мы покинули дом и, миновав небольшой полисадник, вышли на улицу. Дом у нас очень скромный, по меркам аристократии, конечно. Два этажа и сад, при доме соток в 30, с небольшим бассейном. К дому примыкает небольшой тренировочный зал, рядом гараж и флигер, где живет семья слуг. Тетка Арина, которая готовит и убирает в доме ее муж, дядька Ждан, который ухаживает за садом и выполняет работу шофера. Ну и вообще на все руки. Мамина машина – большой седан, похожий на довоенный хорьх. Ездит она на ней редко и сама не водит никогда. Автомобили здесь, кстати, называются самобегами, хорошо хоть не самобеглыми телегами. Впрочем, в бытовом обиходе, как и у нас, чаще используется слово машина. На первом этаже дома – гостиная, столовая, кухня и еще одна комната неопределенного назначения, в которой мама любит сидеть вечерами с каким-нибудь журналом. На втором этаже – мамина спальня, кабинет и наши с Ленкой комнаты. Ее комната, правда, практически не используется. Ленка категорически отказывается там жить и постоянно перетаскивает свои куклы и книжки ко мне. Я уже так привык, что она всегда рядом и что-то напевает своим куклам, что без нее ощущаю какой-то дискомфорт. Вспит она тоже со мной, обнимая меня, как плюшевую мишку. Я пробовал тихонько уходить в другую комнату после того, как она заснет, но от этого было только хуже. Она вскоре просыпалась, осознавала, что меня рядом нет и в слезах шла меня искать. Постепенно я смирился с ролью мягкой игрушки. Будь я и в самом деле ребенком, терпеть бы это, наверное, не стал. Но у меня взрослого, это белобрысое чудо вызывает приступы острого умиления, так что в конце концов я сдался. Район наш называется Кропотов-Лук. Тихий, маленький, состоит из небольших особняков с участками. Живут у нас люди хорошего достатка, в основном дворяне. С соседями мы отношения поддерживаем хорошие, но вообще живем довольно уединенно. Мама слишком занята в лечебнице и еще пишет диссертацию. Сказать по правде, у нее и на нас-то времени не хватает. Одно время она собиралась взять няню, но меня идея быть под постоянным надзором постороннего человека в восторг не привела. У мамы я давно пользовался репутацией серьезного и ответственного ребенка, на которого можно положиться, так что хоть и с большим трудом, но удалось ее убедить, что мы прекрасно обойдемся без няни. Мы с Ленкой тоже ни с кем особенно не общались. Взрослые меня, естественно, не воспринимали, а играть со сверстниками в детские игры... Взрослым я себя не назову, детский организм все-таки здорово влияет, но не настолько же я ребенок. Ну а Ленка ходит за мной хвостиком и такое ощущение, что кроме меня ей вообще никто не нужен. Ленка сунула мне в руку ладошку и с надеждой спросила. «Леденец купим?» Во-первых, от сладкого болят зубы и появляются прыщи. «У-у-у-у!» А во-вторых, обязательно купим, но только на обратном пути. На углу столкнулись с дядькой Любомиром, нашим квартальным, который командует стражей нашего района. Был Любомир отставным ратником, воевал, был несколько раз ранен, потом счастливо женился и решил, что пора заканчивать бегать под пулями. К нам он всегда относился хорошо по причине нашей вежливости и отсутствия шкодливости. Преступность в нашем районе отсутствовала, зато детвора, особенно подростки, были для стражи постоянной головной болью. Возможностей воздействовать на дворянских отпрысков у стража было немного, и детки это чувствовали и использовали вовсю. Не так давно жена Любомира Марьяна заболела, но в лечебницу по какой-то причине обращаться не стала. Когда она начала умирать, а вызванный лекарь развел руками, Любомир вспомнил про нашу маму. Мама выслушала его сбивчивые мольбы, молча собралась и отправилась к нему. В результате Марьяна пошла на поправку, а мы с Ленкой приобрели верного друга в силовых структурах района. Любомир небрежно отдал нам честь, я в ответ вежливо приложил два пальца к виску. Любомир заулыбался, почему-то веселило его безмерно такое приветствие от шестилетнего клопа. «Здрасте», — пискнула Ленка. «Здравствуй, ягоза, здрав, будь воин, это мне, хе-хе. Гуляете?» — прогудел он. «В лечебницу идем к маме», — доложилась мелочь. «Поклон передавайте госпоже Милославе от нас с Марьяной». «Как она выздоровела?» — спросил я. Любомир расцвел. «Уже вставать начала, я ей запрещаю, да разве удержишь?» «Передадим обязательно, дядька Любомир». «Ну, бегите, давайте». Мамина лечебница находится минут в двадцати ходьбы от нашего дома. Большое трехэтажное здание, украшенное барельефами, и целая россыпь корпусов отделений в большом ухоженном парке. Пускали туда только родственников больных и только в приемные часы. Нас там хорошо знали, сторож в вестибюле лениво махнул нам рукой, проходите, мол. Кабинет мамы был закрыт, и мы заглянули к дежурной сестре. «А, Кеннер!» — подняла она глаза от бумаг. «Госпожа Милослава пока занята, подождете полчаса у нее в кабинете. Пойдемте, я вам открою». Кабинет у мамы был совсем крохотный, стол, заваленный бумагами, полочка с медицинскими справочниками, небольшой диван. Ленка сразу же залезла на диван и объявила. «Играем в жужу!» Игра была непростой, требовала серьезной концентрации и умения работать с полем силы. Я практически всегда выигрывал, но частенько поддавался, чтобы мелкая не теряла интерес. Заключалась игра в том, чтобы создать жалящую искорку, которая обозначала пчелку, и ужалить ее оппонента. Главная сложность была в том, что помимо управления своими искорками, нужно было почувствовать и вовремя развеять чужие, которые могли прилететь с любого направления. Ленка могла управлять тремя, а я четырьмя, но когда я создавал четыре, то автоматически побеждал, поэтому обычно ограничивался тоже тремя. В первый раз я победил, во второй, немного поддавшись, проиграл. Третья решающая битва была в самом разгаре, когда дверь открылась и в кабинет вошла мать. С одного взгляда она поняла, чем мы занимаемся, и буквально побелела. Я тоже перепугался. Ленка, увлеченная, ничего не замечающая, влепила мне свою жужу прямо в лоб и счастливо засмеялась. «Кеннер», такое обращение ничего хорошего не сулило, а оттона матери меня просто пробрала дрожь. «Кто это видел?» «Никто». Я искренне понимал, что случилось. «После процедуры вы сразу идете домой и ждете меня». «Хорошо, мама». «Ты меня понял? Из дома никуда». «Да, мама, я все понял». Больше мы не разговаривали. У матери явно не было настроения что-то обсуждать. Ленка тоже почувствовал напряжение и помалкивал, только смотрел на нас испуганными глазищами. Я терялся в догадках, но спросить ничего не решался. Продолжение следует...